Спасибо. Thank you. At this floor, we work according to the section A, B and C, genetic physiological aspects of control and improvement of adaptive and productive potential in crop plants, principles and proceedings of increasing and quantification of genetic variability and genetic and physiological diversity, conservation of plant genetic resources. I thank you for all who is with us in the second day and I wanted to give the floor for a corresponding member of Academy of Sciences of Moldova, professor Galina Lupaško. Thank you. 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 úng и они очень много обучиваются, которые они очень много обучают, и они очень много обучают, в том числе «блэкпоинт-улой», а также «имбрюнт-улой»-негру, обучивая связь с коррелями довольно значительным интересовым вакуумным ревизиальностью и резистентами на этот патоген, то есть о коррелями наибрации, и обучивая связь, с конрелями наибрации И этапа развития в развитии, и этапа развития в облаке, и, соответственно, в том числе, и учреждения в Украине, которые, в том числе, они, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе и холодном. Церковьем у нас, в последнее время, Продолжение следует... 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 Существует на анализа факториала, для того, чтобы определить какие-то пандырии этих факторов, иначе, а генотипу, а изолать, а интеракционилы в фитопатозистеме и реакция этих факторов, ассообразовав в студии. Допустим, в том числе, в том числе, в роли генотипа, он вариан от 24% на герминации и 51% на герминации тупинизии. Тотодат, фактори генотипа вариан от 36% и 49%, а дико, в лимите, маи реструнсы, дар дистуты смнификативы. Не ес неглижабел, ничь роли интеракционилы, которые являются от 10% и 16%. В базе дателор опциону, са calculат индичи де вариабилитати и херетабилитати. Сигур, а фост, при рапортах, вариянта генотипича и фенотипича, са stabilит коефеценту де херетабилитати, которая варианта от 0,42% для герминации, и 0,81% для логимиа тупинизии. Существует, для majorитета, характера арталата в студии, коефеценту де херетабилитати и херетабилитати дистута 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 дистута. Существует шанса дистута генотипа, рестатент, мы,elноманно, Die смеести works с помощью пациента дистута 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 дистутата много факторов биотических, патогенов, причем в целевые характери у них зависит больше. Как и в остальные эксперименты, 10% экспериментов, у них были и антериори, в тот момент, что толпинитые manifestаются коэффициентами и ретабилитетами, которые показывают что они больше зависит от патогенов, чем, например, толпинита. Сигурно, что в случае, в большинстве, в большинстве, в большинстве, или в большинстве, как мы, мы решаем, что в базе целых характери, которые имеют университетами в большинстве. Но, в основном, что стемнолио есть очень большая, мы должны поднимать внимание на протяжении на стемнолио для развития стемнолио на интеракции с патогеней. Если мы позволим дать вам университетами на стемнолио на стемнолио на стемнолио в основном, мы университем на стемнолио на стемнолио на стемнолио биотике а патогенео на стемнолио вовремене на стемнолио 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 поделись на стемнолио по округам львы приступают к во многих и он будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 early growth, vegetative growth, flowering, fruit formation and growth, and in the fruits at the stage of biological maturity. A set of primers for fusarium detection was created based on the specific sequences of 10 fusarium species listed on the slide from GeneBank database using primers designing tool. Identification of genes associated with the synthesis of some mycotoxins were carried out using specific primers to sequences of the human ascene biosynthetic gene cluster and polykytide synthase genes. Development of fusarium infection of tomato plants were monitored during ontogenesis using primers complementary to the non-specific regions of the TEF genes of fusarium. Mass infection of tomato genotypes was observed in the middle of the vegetation season at the flowering phase. These samples have been selected for subsequent tests using specia-specific primers to fusarium. Finally, seeds for sawing, leaves at the flowering phase and the fruits at the stage of biological maturity were studied. The results of DNA analysis of tomato genotypes at some phases of development using primers to turn fusarium species presented on the table. In the table, fusarium verticelloidus fusarium fusarium proliferatum and fusarium proliferatum were determined in the seeds of alvira and desteptaria varieties. Fusarium oxysporum, avenantium and quesati in the leaves at the flowering phase at the same varieties were detected. In addition, fusarium solana was revealed in the fruits of Chirasus and alvira varieties. Only fusarium was found. Specific amplicons you can see on the figure on the right obtained by nested PCR corresponds to the parameters calculated using the BLAST software. Molecular analysis showed that most cases of infection of tomato plants occurred during the flowering phase. Tomato fruits were less infected compared to the soaring material. Soaring material there were seeds of the 2015 harvest. At the same time, Terrasus showed the lowest susceptibility to fusarium. The listed because of the listed in this study fusarium species were not identified in seeds and the leaves of this variety. The material samples infected with toxigenic fusarium species were studied using specific primers for detection of genes associated with mycotoxin synthesis. The results of molecular analysis are summarized in the table on the table on the right. It was found that fusarium proliferatum and fusarium verticelloides rebuilt in the seeds of tomato varieties, alvira and desteptaria, contain the sequences of farm gene cluster involved in the synthesis of fumanosin. Fusarium aquisati detected in the leaves of this variety. Nested PCR results are presented on the figure below. Molecular analysis demonstrated that seeds collected in the 2015 and intended for planting had a high presence of fusarium species with associated mycotoxin producing sequences. This probably depends on the duration and conditions of seed storage. It is known that pathogenic fungi in seeds can serve as a source of disease development in plant and ontogenesis. Therefore, it is necessary to control the phytosanitary quality of long-term storage seeds. Nowadays, increasing of mycotoxin contamination in tomatoes and derived products at all stages, including cultivation, harvesting, production and storage is observed. Integrated management development of pathogenic fungi and their mycotoxins is essential to prevent crop losses and human health problems. The search and the search for tomato varieties that manifest low susceptibility to certain species and races of fusarium is one of the beneficial ways to control the important plant pathogens. And as a result of this study, Chirasus can be recommended as a promising variety for use in breeding programs. And at the last conclusions, the conclusions were announced during the presentation. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you. Можно? Я задам вопрос на русском, чтобы мы его не забыли. Да, вот эти генотипы отличались между собой, скажем так, по способности препятствовать синтезу микотоксинов? Ну, это… Ну, это… Или это немножко другой аспект? Ну, это… Получается, да, мы косвенно вышли. Мы не знали, с чем мы предварительно будем иметь дело, с какой группой патогенов. Поэтому анализы были предварительные по оценке только GENUS. Потом мы вышли на… Когда мы вышли на виды патогенов, обнаружилось, что по-разному распределение идет в генотипах. То есть вот эту систему определения патогенов в генотипах можно использовать только более fast method. Ускоренный. Да, ускоренный. И использовать для оценки именно устойчивости… Ну, вернее, тенденции, устойчивости. Но над этим надо работать, потому что достаточно длительно. Это в течение восьми лет, вот как мы… Вы просто свидетели, самый большой помощник наших исследований, вот по выбору патогенов, что у нас в полях есть. То есть, может быть, в будущем стоит работать над какой-то fast system, да, киты создавать. То есть тут нужно… Ну, что… Спасибо. Thank you very much. Thank you for attention. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть происходит распределение обменов, как изображено на схеме. Я этот эффект назвал эффектом гумизготного фона. Он назвал эффектом едидюкстопозиции. Этот термин приводится к сопоставлению, то есть расположению рядом и вплотную одну к другому. Такие мазоязычные генотипы получены следующим образом. Были выбраны две исходные линии МК-01 и КУ-123, и в них были перенесены фрагменты хромосом из многомаркерной линии 2.9М, которая служила линией донором. Так, здесь изображены 2.9 хромосомы этой линии с мутантными маркерами, и приведено также их морфологическое проявление. Вот, и метод переноса изображен здесь. Перенос выполнялся методом многократного абиби-бекрасирования. И в результате получены, перечислены здесь изогенные линии. Название линии дано справа, и изображены только те хромосомы, которые были изменены. Где вторая, а где девятая. В названии линии начальная буква МЛК обозначает исходную форму МК-01 и КУ-123, в скобках обозначены перенесенные маркеры, и цифровой индекс, означающий строй поколений бекрасирования. Так, генотипирование по СНП-маркерам показало, что перенос фрагментов был выполнен аккуратно. Здесь, для примера, показан СНП-профиль девятой хромосомы, одной из изогенных линий. Перенесенный фрагмент хорошо заметен. Это область с высоким полиморфизмом выше зеленой линии. Видно, что он перенесся сплошным куском без разрывов. А его границы почти совпали с концевыми маркерами в АКС-1 и ШРАНК-1. Изогенные линии скрещивались с исходными формами, и у полученных гибридных растений оценивали частоту крысинговера по расшиплению в потомстве. Если изогенные линии скрещивались с родственной исходной, то получался мазичный генотип. Перенесенный фрагмент проходил в гетерозиготу, остальная часть хромосомы оставалась гомозиготной, а если скрещивались неросевной формой, то получался контроль, полная гетерозигота. И оказалось, что в мозаичных генотипах частота рекомбинации между маркерами была значительно выше, чем в контроле. Для различных перенесенных фрагментов превышение составляло от 1,5 до 2,5 раз, а в среднем оно было двукратное. Эти результаты получены на двухгенных участках. А в настоящей работе следовались трехгенные участки с целью проверить, что будет, если перенесенный фрагмент удлинить, включив в него не два маркера, а три. Вот так, усилится ли это эффект гомозиготного фона, или ослабнет, или останется неизменным, и вообще зависит ли он над длинным гетерозиготного участка. Были получены загибные линии с тремя маркерами, и выполнено сравнение четырех вариантов. Так. Да, да. Так, трогенный гетерозиготный участок в гомозиготном окружении, тот же участок в гетерозиготном окружении. И так. Такие двумаркерные интервалы. Тоже в гетерозиготном и гомозиготном окружении. Здесь показаны результаты для маркерной пары ВС-легула во второй хромосоме. По протекали отложена частота ракомбинации между маркерами. Каждая точка соответствует одно растение. Голубые и синие точки – это контроль полностью гетерозиготная хромосома. Так. Как разные точки справа. Это мозаичные генотипы, где гетерозиготный интервал ограничен только двумя маркерами. А опытный вариант – желтые точки. Тоже мозаичные генотипы, но с расширенным гетерозиготным интервалом, который охватывает не только пару маркеров ВС-легула, но и расширен вправо, до третьего локуса, глоссий и дальше. Желтая группа точек занимает промежуточное положение между синие, голубыми и красными. Это значит, что эффект гомозиготного фона зависит от длины перенесенного фрагмента и ослабевает при его удлинении. Что касается гетерозиготного фона, то здесь длина перенесенного фрагмента не имеет значения. Между синей и голубой группой нет существенной разницы. Этого и следовало ожидать, так как и в том, и в другом случае хромосома полностью гетерозиготна. Здесь результат для следующей маркерной пары. Легул-1, глоссий-1 на той же второй хромосоме. Так, синие и красные варианты представлены двумя группами точек, потому что были до два года испытаний. Ну так, результат тот же самый. Между синей и голубой группой нет разницы, а желтая группа занимает промежуточное положение. Тот же результат наблюдается и для девятой хромосомы. Так, пара С1-Шранкен-1 и пара локусов Шранкен-1-Вакси-1. Таким образом, для четырех маркеров пар наблюдалось общее явление. Эффект гомосиготного фона ослабляется при расширении маркированного интервала. И ослабление тем сильнее, чем значительнее расширение. Проследим по очереди. В первом случае, так, эффект ослабился значительно. Оранжевая группа точек ближе к сине-голубой, чем красный. И маркерованный интервал расширился тоже значительно на 6 мегабас. Во втором случае, маркерованный интервал расширился не так сильно, только на 3 мегабасы. И желтая группа оказалась ближе к красной. То есть, эффект гомосиготного фона ослабился в меньшей степени. В третьем случае, мы опять видим значительное ослабление эффекта при расширении на 13 мегабас. И в четвертом случае, незначительное ослабление при расширении всего на 1,5 мегабасы. Таким образом, зависимость эффекта гомосиготного фона от длины маркированного участка проявилась довольно отчетливо. В практическом плане из этого следует, что для увеличения частоты красного фона между маркерами надо гетерозыготный участок, в котором эти маркеры расположены, как можно более сократить и приблизить его к концевые точки, как можно ближе к маркерам. Еще ранее мы выяснили, что гетерозыготный участок должен быть не только максимально коротким, но и непрерывным. Если где-то в середине вклиниться гомосиготный фрагмент, то весь эффект может исчезнуть. Почему важен поиск способов повысить частоту кроссинговера? Потому что у кукурузы подавлен кроссинговер при центромерных зонах хромосом. Для примера покажем типичный профиль интенсивности кроссинговера по длине хромосомы, взятый из работы Еву Бауэрса авторами. Здесь представлены шесть кривых для различных генотипов. Но у всех у них в средней трети хромосомы кроссоверная активность близка к нулю. А в этой средней трети содержится множество генов, одни из которых селекционер желает закрепить, а у других желает избавиться. Для этого нужна рекомбинация, которая происходит в данной зоне очень редко. Поэтому приходится оперировать данным хромосомным фрагментом как единым целым, вместе с его желательными генами и нежелательными. Не исключено, что найденный нами эффект поможет в решении этой проблемы. С центральными зонами хромосомы еще не работали, но стоит попытаться. И, наконец, эффект югстопозиции, он же эффект гомозиготного фона. Это интересное генетическое явление, которое только начало изучаться. Обнаружено оно пока только на кукурузе и на аробидопсисе. Другие виды еще не исследовались. И очень интересно выяснить, насколько это явление распространено в растительном мире. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Коммуникационный элементарный композиционный аэриэль пэт оффланс овеженос пикнанатемус, микс бай, кофтун, водянская асетлана, also from Ukraine, Киев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 на генотипы студия депорумб. Консунул сказот деумедитата альбобиолу на ракотаре, мигшуреаза риску де дитериорация продукции и респондириа инфекции демочигаи. Принурмария, мосрое коллекции фосе эвалуати дупо ауншири карактерии, которые sunt direct легate дескадириа интенса аумедитацией. Параметрил important lungимиа штилетулы а вариант, в функция дегенотип, в интервалу купринс 30-20 см, в медиа 16 см. Валори максимуме для эти индии у фосе характеризате на суре семидентата 220 и семидентата 229. Са remarкат и о кареларе позитива астерии трасатуре, ку интенситатиа редуцирии умедитацией. Диаметрил штилетулы е уна динтри principале характеристике кантитативе, фиин странслегата диндичи редуцирии умедитацией боболуи. Пентру суреле студиате, валориа са медиа а фосе 34 мм, вариант, в интервалу 24-45 мм. Са determinат университет университет диндичат диндичатуре, ку дурата периода диматураря астерии, коэффициент дикореларя 0,8. Унальт параметр е университет диндичат диндичат студиате, Семидитата 229, семидитата 226, семидитата 174. С-а determinата корелария позитива к этому параметру с периода дематурария ащиулияцилор. Принкарактеризаея сурилори, по базе греутесы аомии дебаби, а у фоста идентификати три генотипы. Семидитата 174, 172 и семидитата 126, кари ау депошит семидитата 126, нивелал медиу пентру сурилу студиац. Са дитерминат о корелария позитива ацесту параметру, ку периода дематурария ащиулицилор, коэффициенту декорелария 0.8. Ла валуария компаратива асуирилу студиацилу, дупа индичи нумору ши гросимея панушилор, нау фос депестата в реабилитатиа генотипа кассициала, нсс дупа граду декорат, от стюлятия в стюлятии. Дорсуоль сомидентат 164, в качестве оптимали, пока эти генотипы стали характеризв只я на рамках и стюлятия. В результате обзоре, видим, что параметр по периоду стюлятия а варят в функции генотипы от 47 до 57 зилей, в медиа 50 зилей. Суроват, как из мосты, студиатели коллекции «Сури», «Молдовенец», «Галбан» и «Локал», с университет в период скорости для пердения медитации. Интимпулы «Риколтерия» у фос идентификации и эксклюш штюлец инфекта с куфузариум, да, дарше и дитерминат градулы диреспондириа аутпутыгайолы. Прин анализа дателор обстнуты, са депестат деферите генотипы, диференция генотипов дупо градулы датакал аутпутыгайолы, че а пермис репартизая асуирилор ин 4 группы. Парты сенсибили, 60% у фос семидентата 26% сенсибили, 3 ссори, 50-40%, модерат резистенти, 3 ссори, 30-20%, 12 ссори оттоктони, куград спорит де резистенци ла патоген. Ла анализа регресионала дателора фос депестата делата по релатии позитива дупо градулы, дупо градулы датака подригальу, у интенситацы, reduцириi умидиатаацы. В базе эволюционного кэмпу, в кондиции климатерии в году 2022, новые союлии локалии пуромбе были характеризированы в функции principали трассатуры и омелорирования. Мостры коллекции пуромбе были анализированы дуба резистенции на подрегае лоштюлецелу, ажен-патоген, фузариум СПП. Генотипы были репартизаны в группы, в функции десуцибилитета фузариоза. Монетризария стереи иммунологичи апплантилору в кондиции лопононатуральны инфекция а виденцат донatori дегене дупа резистенция лакозариоза и а релеват асоциерия акесту параметру с интенситати редуцирии умидитэцэй абоебелор. Ла идентификае агенцелор каузали айпотрегае лоштюлецелу фолосэнт анализа molecularа, афосты идентификации румато ресурси динфекция. Фузариум грамминарум, фузариум вертилицировидис, фузариум спура трихоидис, фузариум proliferатум и фузариум incarnатум. Молтумесу пентру атенция. Фузариум целиум? Фузариум целиум паралес, фузариум анализ дупа curба паралелла ші дупа кауз, фузариум нюа ессмейтэ дупа кауз, фузариум проццикану ессмейтэй дупа кауз тия дупа кауз, рапт есмейтэйтэй, пауз, В этом году, в моменте, сказали, что что у них стены более длинные, которые были более защиты от патогенов. Но, в смысл, умидание и более сильное и сильное скобство. Да? С сильным скобством. И умидание, которое остается в патогенов, и в ближайшее время, потрыгай, потрыгай, а потом спрашивай. Умедитация была из-за того, что лунгимия панушилы очень высокая и семенцы, крапы, потрыгай, потрыгай, и спрямит 100% рода и афектат, фига, потрыгай, и семенцы, не только в курсе гидитации, и спрашивай. И как у медиа для развития медицинской области. Спасибо. 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 Верития Верития к даме и доктор Марили Леана по рапорту в релателире дитя параметрии и даме и даме даме и даме и даме даме и даме Продолжение следует... în cadrul Institutului Genetic, Fiziologie și Protecție a Plantele la Universitatea de Moldova. La aceste rezultate au contribuit mai mulți colegi de-ai mei, numele cărora îi vedeți afișați pe monitor. Deci, deficitul HILDIC, în general, acest desen sugestiv spune care este rolul... Sunt niște cifre ușor eronate, dar vedem care este aportul apei în diferite organisme. Și considerăm, deci, în moment ce apa procentual constituie un raport mare din masa corporală a diferitori organisme, deci putem să prespunem că și contribuția sau rolul apei este determinant în dezvoltarea sau în viața acestor entități. Deci, dacă să ne referim nemijlocit la plante, atunci rolul apei în plante este inevitabil în procesul de respirație și fotosinteză, precum și în turgurul celului, atunci când planta nu are apă, ferește că planta este ofilită. De asemenea, și la procesul de transpirație, adică la răcire, fenomenul de răcire a plantei, în cazul temperaturilor ridicate. Sunt doar câteva momente în care invocă rolul apei în viața plantei. Dar dacă să ne oprim la scopul cercetărilor noastre, noi am avut ca scop evaluarea impactului deficitul hidric asupra variabilității răspunsurilor de feritor genotipuri de tomate după un spectru variat de indici, indicatori morfofiziologici și aplicarea analizelor statistice pentru identificarea celor mai relevante variabile care contribuie la variația observată. În studii au fost folosite genotipuri de tomate, forme spontanee, soiuri de cultură și linii interspecifice. În calitate de simulator a deficitului hidric am folosit repetit concentrației de PEG-6000. În continuare, ca și concentrație optimă pentru diferențierea reacției, a fost utilizată concentrația de PEG-6000 de 12%. Pentru început, deci de ce am ales anume 12%, în urma evaluării la 5 concentrații de PEG-6000 am constatat că cel mai bun efect de diferențiere îl realizează 12% de PEG. Observăm că, de exemplu, la 4, la 0, la 6, adică rata de germinare este 100%. Deci, în continuare, noi am lucrat și cu cel, la diferiți parametri am aplicat diferi de concentrație, dar cercetările de bază se referă la aplicarea unui streaz hidric echivalent cu minus 0,6 MPa. Ca aspecte metodologice am evaluat noi, a fost evaluat mai mulți indicatori biomorfologici, precum lungimea radicului, a plantului, cota lungimei radicului din lungimea plantii, numărul de rădăcinițe adventive și laterale pe zona hipocotilului, rădăciniții și a juncțiunii. De asemenea, numărul total de rădăcinițe, conținut de peroxid de hidrogen din germin, conductibilitatea electroliturului scus din germin ca urmare a acțiunii deficitului hidric. Ce am inițiat în această experiență a fost să vedem ce se întâmplă cu rădăcinițele atunci când sunt expuse, vârful rădăcinițelor, când se expuse stresului. Atât în cazul stresul hidric cât și termic, efectul este cam același, deci are loc suprimarea dezvoltării creștii rădăciniței în baza inhibiției diviziunii celulare în zona meristematică. Aceste cercetări microscopice relevă că zonele care sunt întunicate încercuite, adică sunt celule care sunt moarte și care ulterior nu se mai dezvolte. Cu ajutorul colorantului Evans Blue, rezultatele prezintă că la concentrația de 8% de fiect, deci nu 12% care noi am considerat ca diferenței, dar chiar și concentrații mai mici, genotipurile care sunt sensibile, soiurile cultură, sunt 100% de radicule afectate, adică zona meristematică în continuare nu se dezvoltă, rădăcinița nu mai crește în lungime. La genotipurile sensibile, din 14 genotipuri, undeva 25-45% și la genotipurile din flora spontană, precum Pimpinilifolium, Solanum, Pimpinilifolium, Solanum, Cilense, nu au fost afectate zona de creștere a picala radiculei. Deci, pe lângă faptul că în această imagine observăm ca urmare acțiunii deficitului hidric, rădăcinița de acest stres, rădăcinița nu mai crește în lungime, se stopează, fiindcă ați observat că zona meristematică de celule nu se divide și ca urmare asta stimulează apariția rădăciniților adventivi sau laterale. Diagrama dată prezentă numărul de rădăcinițe pe diverse zone ale radiculei și anume rădăcinița propriu-zisă, hipohotiel și pijoncțiune în variantele M, Marto și stres hidric. Observăm că stresul hidric, grație arestării, dividirii mai departe a creșterii în lungime, contribuie la stimularea apariției rădăciniților adventive sau laterale. De asemenea, stresul hidric a contribuit la micșorarea statistic significativă atât a lungimii propriu-zisă a radiculei, cât și a plantului integral. S-a constatat că, în general, suprimarea creșterii radiculei a fost de la 0 până la 38% în funcție de genotipuri, adică au fost genotipuri care practic nu au prezentat diferență, condiții optime și stres, în timp ce creșterea părții aerienii și anume a părții deasupra hipocotilului a fost suprimată de la 9 până la 58%. Ceești denotă că partea aerienă, adică hipercotilul, este mai sensibil. Planta se adaptează pentru creșterea sau simularea formării stemului radicular ca urmare a insuficienței apei și, în această cauză, partea aerienă are de suferit. Un antindicator care a fost determinat în aceste cercetări a fost indicele peroxidului de hidrogen. Nu știm că peroxidului de hidrogen este o substanță care apare firesc în toate celurile vii, dar în cazul, ca urmare a procese fiziologice normale, dar ca urmare a stresului, are loc creșterea semnificativă a acestui indice și, dacă el nu este stopat, asta poate duce la moartea celului, ca reacție a poptozei. Constatăm că analiza dispersională arată că variația conținutului peroxidului de hidrogen din germeni este influențată 10% de genotip, de stres, circa 27%, și, în combinație, în funcție de genotip și stres, creșterea aportului variației este de 57%. Și aici din notă că vom găsi genotipuri care vor avea o variație foarte mare și altele care vor avea o variație foarte mică, adică spectrul de variație de fiera. Deci, v-am prezentat până acum un șir de indicatori care arată că se modifică la germeni de tomate în funcție de concentrația piegului sau față de variantele martor. Dar, cât ați observat, variațiile au fost foarte diferite. Și atunci când avem multe genotipuri și mulți indicatori, este dificil să spunem care este tendința. De aceea, noi am proces în continuare, o clipă, la un următor subobiectiv acestui societăț, și anume identificarea relațiilor existente dintre parametrii cantitative evaluați în condiții optime și de stres hidric. Pentru aceasta, noi am folosit analiza componentelor principale, ce aici permite, fiindcă noi am avut 10 variante de genotipuri, nou indicatori, deci se primesc peste 90 de indicatori evaluați. Deci, analiza aceasta permite ca să reducem numărul de variabile, totodată menținând tendința generală a rezultatelor obsinute. Ca să procedim la analiza componentelor principale, trebuie să vedem dacă există corelare între caracterile care le-a analizat noi. Observăm că cei cei cu oranj și cu galben sunt valori între care denotă corelarii pozitivă, semnificativă, între caracterile alenzuate. Aceasta ne permite să procedim la următoarea etapă de analiză. Și anume, stabilirea componentelor care determină variabilitatea per total a experienței. Constatăm că, conform metodii date, deci se admite analiza sau stoparea la acel parametru care indică circa 80% din variabilitate. În cazul nostru, constatăm că primele trei componente principale determină cea mai mare variabilitate din experiența dată. Totodată, iată, noi am selectat primele trei componente. Vedem care este contribuția fiecare caracter analizat. În partea de jos sunt descifrate. Contribuția fiecare caracter analizat în variabilitatea totală. Constatăm că, de fapt, componenta principală, adică ce reprezintă asta? Adică arată tendința performanței genotipului. Și ce caracteri influențează asupra tendinței performanței. Anume, noi putem să judicăm după performanța genotipului, după lungimea plantului, ea corelează pozitiv. Adică, cu cât crește mai mult lungimea plantului, cu atât și performanța plantei în condiție de stres este mai bună. Și, totodată, constatăm că creșterea, conținutul peroxidului hidrogenului, am spus că este ca o reacție firească din răspuns, cât e mai mare conținutul peroxidului, ce înseamnă că reacția este mai mare, de asta poate duce la înhibarea creșterii, dacă nu este dezvoltat răspunsul antioxidativ, precum și numărul de radicule pe rădăcinițe, ca urmare a reacțiunii stresul, de asemenea, ne influențează negativ. Componenta a doua, iarăși, cu efect pozitiv puternic, sunt lungimea radicului, lungimea plantului și raportul radicului din lungimea plantului, adică cât e mai mare plantul, lăsa de notă că planta se dezvoltă mai bine, iar dezvoltarea mai puternică a radicului, de notă că planta este în stres și de cea stimulează dezvoltarea radicului. Dacă ar fi să vorbim, cei ce am indicat pe cifre, dacă ar fi să aratăm prin imagini, constatăm că, iată, caracterele care sunt evaluate de notă o corelare puternică între el, de exemplu, între lungimea radicului și lungimea plantului. De asemenea, un indicator care cumva ne-a fost ca confirmare din anii precedenți este legătura foarte puternică. Eu nici nu am indicat aici unghiul dintre corelare dintre peroxidul hidrogen și numărul de radicule totale sau adventive de plantul. Și de notă că, într-adevăr, speciei de reactiv de oxigen modelează foarte mult, atât în sens pozitiv cât stimulează, dar poate fi și în sens negativ formarea rădăciniților adventive. Dar, totodată, observăm că axa roșie indică componentele, componenta principală 1 și componenta principală 2. Observăm că diferite caracteri au contribuții diferite în cazul, dar, de exemplu, pentru componenta principală 1, lungimea radicului și lungimea plantului, cum am dovedit și prin cifrele din tabele anterioare, au efect pozitiv, adică creștie asupra performanței genotipurilor, în timp ce celelalte genotipuri, observăm că ele sunt partea stângă a axei de coordonate și cu valori negativice și denotă o inhibare, adică creșterea lor duce la micșorarea performanței genotipului în condiții de stres. Același lucru este prezentat doar pentru toate 3 componente incluse în studiu. De asemenea, a fost interesant pentru noi să vedem cum se distribuie, dacă până acum am observat variabilitatea caracterilor, am vrut să vedem cum se distribuie genotipurile în funcție de componentele principale. Deci, fiecare component principal am observat că sunt o combinație dintre caracterii analizate. Constatăm că, iată, după componenta principală 1, cei ce observăm pe aceasta axă, axa pe mijloc separă foarte clar genotipurile care sunt din varianta cu stres, cei și cu literasie, în partea dreaptă și în partea stângă, pentru un cazul meu, doar genotipul din varianta amator. Cei și genotă că, etodată, permite foarte bine să diferențiem genotipurile în funcție de reacție la stres. Fiindcă, în cazul dat, noi nu vorbim separarea genotipurilor după un singur caracter, dar tendința generală luând în calcul mai multe caracteri, atât cu efect pozitiv cât și cu efect negativ. Și, în concluzie, în baza analizei componentilor principale, realizate 5 genotipuri în două variante, martor și stres, am tot stabilit că primele trei componente, primul trei componente, revine peste 80% din variabilitatea atestată după caracteri cantitativi, relevanți la etapa de germine. Și această abordare permite o diferenție clară a genotipurilor în funcție de răspunsul lor în condiții optimi sau de stres, oferind o bază solidă pentru selecția genotipurilor tolerante la secetă. Atât, mulțumesc pentru atenție. O întrebare, da. Tomatele, simul radicular a tomatelor, are o capacitate bună de regenerare. Așa că, da. Ne-ați putea să diferenția genotipurile, nu numai după reacția rădăcinii principale, mă rog, ea e dicotilidonată, zicem ea a murit, dar se deosebesc clipiternic după capacitatea de regenerare, după, ca efect compensator a rădăcinilor laterale. Da, exact. Deci, într-adevăr, efect compensator, apariția, încearc să găsesc diagrama, da, se poate diferenția. Deci, mai sus undeva, un clip. Iată, aici observăm, uitați-vă, de exemplu, la genotipul Mihaela, practic nu există diferență între martor și stres, după numărul de în timp ce al genotip, de exemplu, cum ar fi o linie care nu au toată noi în calcul, observăm că efect compensator este foarte puternic, adică are stimularea apariției sau formării rădăcinților radioventive. Dar sunt genotipuri care acționează, deci este, într-adevăr, un parametru de diferențiere. Da, 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 mulțumesc. Mulțumesc. Da, și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte interesant. Dar menea. Are you conectată? Mrs. Durdan? Yes, I am here. Hai. Oh, yes. We attend Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 You can see growing years, rainy, very less all of months. Yes, chickpea, you know, white flower and white seeds, kabuli, and pots. Also, colors flowers and colors seeds, they see chickpea. We are working kabuli and large seed, breeding aim, large seed, white flower, and high yield, our aim. Yes, genotypes 18, you can see here. Yield 267 kilogram dekar and also same group 267 Şanlıurfa line genotypes. Hasan Bey, Arda, Aksu, Askan, Ubet, Varyeti. Another one's genotypes line tested our region in the breeding program. Okay, you can see here yield and also 100 grain weight. Very important because our country selected large seed and also white rank. Large seed, very important. You can see here two genotypes, 50 gram, very large seed. And also we are taking plant height and also flowering times. Very important. Flowering times, early or late variety we can find. Plant height. Plant height necessary and also first pot height important for the machine harvested. Okay. You can see average plant height 52 cm. Flowering time average. Flowering time average 92 days. You can see another genotypes. Ascochyta blight, you know, very important. Also my country very important. Ankara central and Eskişehir location disease screening nursery with inauguration with Ascochyta blight disease screening nursery they are working. I sent the material to this location Ankara and Eskişehir and Ascochyta blight epidemic infected and reading you can see score. All of variety very important. You can see five and or average five or six score is good. We are thinking because the five tolerant, tolerant genotypes. Yes, flowering and pot. This picture is my experiments and others pictures. Chickpea yield also important. Resistant to Ascochyta blight and also fusarium resistance very important. And also quality values on the chickpea very important. We are making dry weight, water intake capacity, water intake index and cooking time, protein and also sieve value. Sieve value, nine sieve, eight sieve selected. We want large seed and also resistant to Ascochyta blight and high yield. We want to select it. Okay. But you know large seed susceptible to Ascochyta blight. Small seed resistant to Ascochyta blight. Very important. Large and resistant chickpea find. Yes. In terms of grain yield, Ascan, 200 about kilogram dekar. And also four genotypes, 200 above yield kilogram dekar. And also 100 grain weight, 52 genotypes. And the average plant height value of the varieties were 50, about 50 centimeters. Flowering value, 92 days. The disease values of the varieties were generally in the tolerant four and five group. More of the genotypes tolerant group inside. These varieties were recorded for evolution in breeding studies. These studies need to repeat and studied for the longer years at different location, multilocation in the line with our aim. Yes. Maintenance of trials. Disease screening merceries infected the Ascochyta blight. Pathotype. 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 Different pathotype. Infected. And then reading. And selected resistance. Variety or genotypes. Yes. This one weeding control. And also in the field weeding control and air in the soil. Seed production picture. Yes. Nodosti. Very important. You know food legumes. Also chickpea has got nodosti. My country native for the legumes. All of soils infected. No. No. Bacteria. Bacteria. No use. Bacteria. We solving. No use. Bacteria. And this nodosti. You can see all of Turkey soil. This nodosti in the chickpea on the roots. From my experiments. From my experiments. Yes. Very important chickpea disease. Ascochyta blight. You can see in the field. All of field sometimes died. And also here. You can see only one pilot. Good. And other ones died. Like near the plant. Very important died. On the branch. Ascochyta blight. And on the pot. Ascochyta blight. Seed production. Pot times. And harvested times. Yes. Harvested times. My varieties. Registered varieties. Harvested time. Pictures. All of varieties. Harvested. With machine. No problem. No lost. No lodging. All of. Varieties. Suitable. For the machine. Harvested. Yes. Our entity. Resistate. Chickpea. First one. Inci. And Seçkin. And Hasan. Bey. Sezgin. Caner. Onur. And also. Ismet Bey. Nuri Bey. And Tolga. Nine. Variety. Registrated. These. Areas. Mediterranean. Areas. For the. Registrated. We. Give. To farmers. Seed. Production. We are making. And give to farmers. So. For the. Sowing. Thank you very much. Thank you very much. Very interesting. Very interesting. Very interesting. Results. Teşekkür ederim. Po Turecki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. And. You. First of all. Uh. Question. Or. Next. Or. Uh. Post-deprecating. Uh. Okay. Post-deprecating. Okay. Yes. You may. May. Okay. Devam. Arkasından. Umu şeyini küçültsene. Eskiyi bile çıkar. Umu. Umu şeyini şuraya getir. O yirmiye getir. Yirmi şurayı. Yirmi. Yes. Umu. I. Umu. I. Umu. 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 Yes. Продолжение следует... 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 Thank you. Thank you. And now we ask Mrs. Svetlana Kovtun-Vodanskaya to present the communication, elemental composition of the aerial part of plant of the genus Bicantium mix. Please. Dear colleagues, let me share the results of the results. Let's consider the final date of the re-analyse of the aerial part of plants of the genus Bicantium of the Lamiacea family for the qualitative and quantitative content of chemical elements. The topic of studying plants' raw material for the content of chemical elements is given sufficient attention in the world. It is important to know about enrichment enrichment of raw material with individual elements and the safety for humans in their use. Chemical elements are important for the metabolic processes of... ...the presence and concentration can have different pharmacological effects, be essential, toxic, or natural. Bicantium was introduced in Ukraine for the first time. This was carried out of the Grishko National Botanical Garden of the National Academy of Science of Securet. A comprehensive introduction and study of species has been carried out since 2012 in collection of non-traditional essential oil plants. Our goal was to find of the elemental composition of the raw material and its value and safety for practical use and human consumption. The genus Bicantium widespread is North America, in the USA, in some south provinces of Canada. The great species diversity and concentration in the state of Alabama. In total, the genus includes 22 taxa. This is of perennial garbaceous plants 30 to 95 cm height. All plants are now primarily as essential oil and honey plants. They also use it in medicine practices and nutrition. We examined the aerial parts of plants of the species Pignanthemum californicum, Pignanthemum montanum, Pignanthemum muticum, Pignanthemum teneufolium, Pignanthemum verticillatum pilosum, Pignanthemum virginianum. Which was collected during flowering. During flowering. Practical studies were conducted in several specialized laboratories of the Botanical Garden. The initial date of climate monitoring of Boris Reznevsky, Central Geophysical Observatory of the City of Kyiv, were also processed and analyzed. The orographic and climatic conditions in which the plants were introduced were studied. The soil analysis results showed that there was a definition of the potassium. This could affect the growth characteristic of the plants and their overall stability. The magnesium content was higher than normal, so it could negatively affect the absorption of calcium and excess of sulfur cold effect of physiological function of the plant's leaves. A significant excess of iron was also found. the content of ammonium and nitrogen was within the normal range and content of nature and nitrogen was significantly below the specified norm. according to the final climate date for 2020 to 2023, we have actual confirmation of the trend of the increasing temperature and insufficient precipitation in summer. Winters have also become warmer. So, a brief description of the soil and climatic condition gives you an idea of the habitat of the introduced plants. The aerial parts of the plants was collected and analyzed for the content of 22 chemical elements. It was found that pycnanthemum montanum and pycnanthemum verticinaltum pilosum have the highest potassium content 1070 milligram per kilogram and 9818 milligram per kilogram respectively. magnesium pycnanthemum pycnanthemum 4,940 milligram per kilogram and pycnanthemum californicum 4,391. pycnanthemum californicum 4,391. pycnanthemum 6,624 and 10,570 milligram per kilogram respectively. pycnanthemum and pycnanthemum 187 milligram per kilogram and pycnanthemum montanum 144 milligram per kilogram per raviol in sodium. As for the so-called heavy metals plumbum cadmium chromium cobalt nickel copper and zinc the content in the experimental species weren't considerable considerably. The content of cadmium in the introduced species was normal but one species pycnanthemum californicum and it exceeded the maximum permissible concentration MPC by 0.02 milligram to kilogram and pycnanthemum montanum and pycnanthemum verticillatum pilosum none were detected at all but the content of nickel and chromium in these two species was the highest compared to the indicators of other species. the reads content in the analyzed raw material samples within their limits no exceeding the MPC while a significant excess of the MPC of zinc in the raw material was noted especially pycnanthemum 84.6 milligram per kilogram we considered several reasons why the aerial part of lands of the genus pycnanthemum might contain heavy metals this is a direct impact of the higher level air pollution in the cave metropolis anthropogenic entry of heavy metals into the soil as a result of agriculture activities namely the introduction of organic fertilizers due to which the content of chromium cobalt nickel copper can increase in the soil and then its raw materials we assume that species of the genus pycnanthemum are concentration of the centine seed heavy metals of varying degrees thus we have caught on the aspects of the complex introduction study of plants of the six species of the genus pycnanthemum lamiaceae family in the NVG of the north of Ukraine we briefly characterized the soil and climatic condition of plant growth results of the quantitative content of 22 chemical elements in the aerial part of plants of the flowering face it was found that same species in particular pycnanthemum californicum pycnanthemum montanum pycnanthemum muticum are able to simulate potassium thodium magnesium to a greater extent than others M1 heavy metal string has high content right with of MPC thank you for your attention and time thank you too thank you very much thank you Продолжение следует... 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 очень важна для классификации ресурсов для герм-плазм и улучшения культурилов. В течение многих лет, объективы основного программного улучшения были в локирове традиционное, современные, с рандамина и резистенция на боли, которое ведет к улучшению генетики. Немного исследований рассказывают что культурой в виду, в separатом, или combinатом с генеза, которая может быть использована для генера планты с генетикой генетикой генетикой, как о сурсе потенциале для новой культуры comercialи. Сома клониле обтинуте посеет дает у нас вещества ларг для вариація характерилори морфологи в индустрия вариабилитатии. Прин норма, презент интерес evaluа вариабилитатии характерилори продуктивитате на сома клониле детритикале обтинуте при культуре инвитро и ирадири при разе гамма. Как материал для студии, а у сервит сома клониле а три генетикой диетритикале хексаплоиде, инжен 35, инжен 93 и 188 ТР, и а фосе апричиат impactу культуре инвитро, как и а радиації, гамма, суправарияції характерилор при анализе вариантеи, и анумеа нова, потери и инфлюенца, и коефеценту ли вариації. Веридичитата дателор а фосе реализата при анализе статистико. В результате церкетарилор са ебиденцат о вариаціе смнификатива а валорилор индичалор кантитатив, care sunt dependенци де генотип, характер и фактор анализат. Культуре инвитро, как и радиація, а у каузат модифика коефеценту ли де вариація характерилор кантитативе на сома клониле а треи генетикале в компарації с мартуру. Путерия максимала ест индуса декатре радиація в прима генерація шан-уме СЦ-1 пенту характерили нумару дебоабе перспик ши греутатеа бобелор ши о диминуаре substантеала в генерація 3 а нуме пенту генотипуриле инжен 35 се обсерва ши 188 пенту генотипул инжен 93 пенту генотипу а каузат модифика коефициентулуи генотипу за каруи социальность в нынешний поискенту с этого и из себя, да? Если исходить социальность в эпидемию, то есть то есть и возникало о эпидемии атериации? Это работает как так? Может, мы только в основе в Сомаклоника С-С-1 мы начнем с реакцией и в первую очередь и он очень большой. Вместе с нами мы изучаем характери продуктивности, но если мы взяли номер, в общем, у нас есть очень большая варианность. В уже в generации ультериоре, мы видим, что это в сцедере. Интересно, чтобы мы видим что случилось в СССР, потому что уже были evaluаны планицы, потому что... ... ... ... ... ... В continuу мы 16 oversized в гиганах из Института по повышению Продолжение следует. Продолжение следует... 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 То есть спазмолитики, они уничтожают продукты с медицинами, для которых Агастахи был использован как продукты с медицинами и использован в ларгах. Познавая продукты с медицинами, Агастахи были использованы продукты с медицинами. Это использован в ларгах для ароматизации бутылок, сладок, даже и бутылок алкоголики и не алкоголики, как бутылок ферменты, чай или экстракты различные. То есть специалисты, они уничтожают, которые уничтожают продукты с медицинами. Они уничтожают продукты с медицинами, которые уничтожают продукты с медицинами. В этом году мы изучаем много, но не им иметь то, что специалисты. Кам 20 лет, они, когда я дуял эту пластину, эту специю, и у нас были необходимы методы, которые были идут веществе, А вот это метод 그렇지만, как их evaluает, вот цель генеративно, генеративно, то и специально делать. Топынтные о производстве, которые выяснили, которые по правилам, как они занимаются, как они находятся, как они будут выяснили, или убежицы, или формировали арасадами, или ищими демонстриями. Дальшеστε тварда гер fast-двардей. Дальше. Я изучал все методы вещества, и обиделы, и обиделы. Это вещество, но мы хотим, чтобы это было. Мы решили все возможные, что это было сделано. Мы должны были вещества вещества. То есть 400 специй, которые были выбраны, не были transmисы как союр, но они были выбраны на максимуме. То есть, что они были выбраны, так что мы можем предложить. То есть, они используются как планты орнаментальной, на пейзаж, на архитектура пейзажер. Потому что они различны по форме, даже ауратус, фрузешу, галбин, ассо, и осуществляется. То есть, мы изучаем эти планты, мы используем много времени, даже и причесори мне, мы используем, что он был в том, что я им дам семинцы, но и он изучил, но мы не можем не помнить. Не знаю, если у вас есть силы и гордость, то я могу сказать, что они могут быть использованы для всех. Спасибо, Дома Лидия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Дома Артеомов. Дома Артеомов. Дома Артеомов-Лауренцяя, с команда Болокан, с презентацией «Актино-мичете акватике, потенциал био-контрол» «Алфунгилор фитопатогени». Дома Лауренцяя, вас слушаем! Дома Артеомов. Не аузиți? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кунжут или сезам принадлежит семейству цветковых растений педалевые. Род сезамом Эль состоит из 30 признанных видов, культивируется по всему миру и относится к очень древним однолетним растениям, которые научились возделывать задолго до нашей эры. История использования его насчитывает более 3000 лет, и семена кунжута были неотъемлемой частью традиционной медицины и широко используются в пищевых целях. Кунжут очень вынослив. Однако грибковой инфекцией является причиной снижения урожайности и качества продукции. Питопатогенные заражения кунжута зависят от зоны возделывания, погодных условий в годы выращивания, генотипа, сорта или образца. Урожай кунжута поражается многими патогенами, большинство из которых передаются семенами, вызывая количественные и качественные изменения в семенного материала. Растения из инфицированных грибковыми патогенами семян могут быть не только больными, но и служить очагами вторичной инфекции. Они становятся переносчиками болезней, распространяя их в новые районы при израстании. Фузариоз относится к губительным грибковым заболеваниям, поражает культуру на разных стадиях развития, в зависимости от поражения приводит либо к гибели, либо к снижению урожая. Целью проведенной работы было выявление грибковых патогенов у семян кунжута 12 образцов. Используя молекулярно-генетические подходы, проведено выявление патогенов Узариум СПП. В исследовании были использованы семена кунжута Института генетики, физиологии и защиты растений урожая 22 года. Молекулярно-генетическое исследование, методы и материалы представлены на слайде. ДНК семян кунжута с использованием Нестит-ПЦР с применением соответствующих праймеров для рода Узариум и для видовых патогенов, таких как Узариум Эквизети, Узариум Кульморум, Узариум Невали, Узариум Менчейли, Авиночеум, позволило выявить инфицированность семян этими патогенами. Из 12 исследованных нами образцов патогены рода Узариум были выявлены, установлены для 11 лета. Мы видим на рисунке 1, фигура 1. Общий Узариум определяли, используемый специфический праймер, мы видим полосу в 204 пары оснований, характерную для пары праймеров 2-го раунда, размером фликона определяли относительно 1-киллобазного маркера. Кроме того, в работе было проведено исследование по выявлению вида Узариума. На рисунке 2 представлено исследование по выявлению Узариум Эквизети. Узариум Эквизети был выявлен для 5-ти образцов. Мы видим на электрофореграмме полосу в 138 пар оснований, которая также характерна для рассчитанной пары праймеров 2-го раунда Нестет ПЦР. И третий рисунок, он отображает результаты по выявлению Узариума Кулморум. Мы видим, что полоса в 263 пары оснований, размер полосы также относительно 1-килобазного маркера, выявлено для 4-х образцов. В работе еще проводились исследования по выявлению Узариум Невали и Узариума Виночеу. Но этих фитопатогенов в данных образцах не было выявлено. Из 12 исследованных в 11-ти был Узариум. Для 6-ти установлена видовая принадлежность Узариума. Причем в 3-х из образцов мы видим двойное заражение. То есть мы установили заражение и Узариум Эквизети, и Узариум Кулморум. Учитывая то, что рыночный спрос на семена и на продукты из кунжутных семян в мире постоянно растет, вытекает необходимость тестирования присутствия патогенов. Продукты переработки должны быть безопасными для здоровья человека, и молекулярный подход к исследованию заражения семян патогенами позволяет точно идентифировать патоген, что будет способствовать безопасному использованию семян в пищевых и медицинских целях, а также предотвращению распространения зараженных семян в агротокенической области. Спасибо за внимание. Спасибо за этим важным материалом, про Сесамум индикум, молекулярная идентификация о фузариум специи. Для всех людей, это импортис, потому что это это из-за этого мы можем приготовить, мы можем приготовить много вещей из них. И это важно знать, если они имеют какие-то компоненты, какие-то беды для этого култа. The next presentation is selection of resistant mice genotypes under salt stress and drought condition. We'll present Climenko Oxan. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Анализа дисперсионала, демонстратка линии консангвенизации, стал характеризат принвалорь маймарь али эффект лорфактори лорстрессанс инкомпарации к хибрис. Диасеменя, инкандиции дистресса лин, ши осмотик, линей консангвенизации ау авут, ши валорь майэналти, али коэффициент лорде коррелаций ши регрессия, а карактери лорстрадияти. Ла невел де эмбриони матурь, вареабилитация характери лорде резистенция инкандиции дистресса смотик, а фост детермината семнификатив де фактор джинати. Хибризи и кулиния парентала ле обспризыче шайзет шасы, ау демонстрат индичий релатив иналц, ай характери лорстрадияти. Фактору стресс салин, а детерминат валорскезуте, али характери лорде резистенция. Дар инкандиции дистресса смотик, карактери ле студиати, ау карелат семнификатив позитив ла невел медиу. Студья ревареабилитация, карактеру лу диаметру грынчору лу деполе, а демонстрат к инкандиции дистресса лин, ши осмотик, валор или медий, ау хост апроксиматив егали, ши ау чедат семнификатив, валори медия инконтрол. Чели майналти валорь, али карактеру лы студият, ау демонстрат хибризку джинатипурь патерни, бе шаптизачтре, ши бе гу ве доу зачтрей. А стфел прин анализа вареабилитаций карактери лаур ди резистенция, ла невел депло чих аплоид, ау фос селекта ци джинатипурь, каре потфе утилизаций, ин прочесл диамелиорария, пентру апцинеря хибризи лаур резистенц, ши продуктив. Улсумец кментру атенция. Да, ва мутумим шоуна га. Вroяксі Bruякс, зициам ка дма е ла, Dear colleagues, now we will continue with the poster presentation of some of our guests from Ukraine. And according to the list of poster presentation, the next is Demidov-Alexandre and the team, but I didn't see the colleagues online. Is there someone from this team? I think no. And now I see here Professor Rachmetov. Maybe he is ready to present the poster. Professor, dear Professor Rachmetov. Professor Rachmetov. Professor Rachmetov. Est limiti colegi, ce facem pentru că nu preved colegii conectați? Продолжение следует... 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 Techniques in creation of breeding and breeding of interspecifical rhizogenic hybrids with high productivity and adaptability to extreme climate factors, and also resistant phylloxera. The research objectives are inclusion of Grave-1 in hybridization, the creation of interspecifical hybrids, and their evaluation and testing in field conditions. Also, the determination of adaptability and productivity potential of obtained genotypes. The creation and homologation of interspecifical rhizogenic vine varieties with increased resistance to environmental factors. As materials and methods serve the rhizogenic grapevines genotypes Malena, Nistana, Algomax, Augustina, Alexandrina, and Amethyst. And also some new identified yet unnamed hybrids with interesting characteristics. The respective genotypes and hybrids are planted in experimental Grave-1 sector of the Institute. The method we used are methods of interspecifical hybridization, the method of describing species and varieties of vines, methodical guidelines of vines selection, methodology for determining distinctiveness, universality, universality and stability, thus, and the methodic of daily phytomonitoring parameters. As a result of discussion, we have here presented the development of the seedlings we obtained in a year of crossing of 2030 to 2023. Also, we have some photos of the promising hybrids with different colors of the grapes. Some of them are very early and promising we are going to test them for further homologation. And as a conclusion, I can say that the implementation of interspecifical rhizogenic grapevines can extend the area of grapevine cultivation to all the territory of Republic of Moldova. Also, the improvement of intercultural assortment can be achieved more easily with the cultivation of interspecifical rhizogenic grapevines. The process of obtaining ecological grapevine production can be simplified by using rhizogenic hybrids. And the further establishment of viners can be afforded by grapevine cutting and multiplication performed by the owners of the plantation. Thank you for your attention. Thank you, Mihaly, for your important results, especially for our genotypes, if I understand true. It's our genotypes for ecological viticulture. Thank you. So, next presentation with name Water is officially in biology, agriculture and sustainable development. We'll present Harchuk-Oleg. Did you hear us? Yes, yes. My presentation, I have this presentation on my screen. Okay. But... But... Your demonstration is stopped. That is... Org-comitet. We need to turn on. Anato. Yes. My presentation is stopped. Yes. 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 No. We see... The program. Yeah, it's different. Yes. Yes. Can you see the different... Yes. This is the program. Can you close the program? Can you close this program, please? We will open your presentation from us, which you sent us on email. Yeah, that's fine. Okay, you are ready to present results? Yes. Yeah, now we see the presentation. But now I don't see, but now I don't see. We see the presentation. You see, I see, and you see, I am ready for presentation. In biology and agriculture, water use efficiency is usually considered from leaf to field. At the level of society and the state, the water use efficiency is determined based on the objectives of the country's sustainable development. Water use efficiency in agriculture ranges between 1 and 2% of water use efficiency in the other sectors of the economy. In national development strategy, European Moldova 2030 is planned to increase water productivity in the United States dollar per coin from 45 to 55 and to 70 by 2050. Our conclusions of our poster are two. In the Republic of Moldova under field conditions for the Ladusa soybean variety, a water use efficiency of 0.76 gram per kilogram of water was obtained with a seasonal precipitation of 94 mm, which is several times less than 317 mm, which is considered optimal for achieving the average agricultural water use efficiency of 0.57. The second conclusion, for countries and regions with water scarcity, factors for increasing the national product per capita and water use efficiency overall include an increase in the service sector and a change in the traditional employment structure of the population. Thank you for your attention. This is poster. Okay. I am finished. I am finished. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Close the poster. I Finally, welcome. Please share your presentation and see the presentation. Please share your presentation. I want to chime in, please. Thank you. У меня присоединился. Вы можете закрепить презентацию? У меня есть презентацию. В лечении компьютера уже. У меня есть в лечении компьютера уже. Просто в лечении. Упера, на правом. Не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Но можно попадания, стель. Спасибо. нажимайте на крестик пожалуйста тут крестика много спасибо в течение года мурга коллектива де автор с презенте лукрая и пакт температуре и айсо айсо манерии порумблы айсо 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 автор Продолжение следует... ...in patru repetiții au fost înmuiate în soluție de extract de iuniperusabina cu concentrația de 0,1% și în apă, semințe intacte, timp de 24 de ore, apoi supuse stresului termic la temperatura de 50 de grade, timp de 30 de minute. Eficacitate metabolică determinată a variat în funcție de resistența fiecărui hibrid la stresul temperaturilor înalte și efectele extractului de iuniperusabina. E reișit în datele obținute, s-a evidențiat că hibridul porumbieni 402 a fost cu cea mai mică eficacitate metabolică. Semințele hibridului P300 și hibridul 398 s-au distins pentru o eficiență metabolică crescută. Tratarea semințelor cu soluție al extractului de iuniperusabina a contribuit la creștere eficienței utilizării substanților de rezervă la hibridul de porumb 398 și 428, cu 16,6% și respectiv 18% față de semințele intacte. Termotratarea semințelor hibridului 402 și tratate cu extractul de iuniperusabina a influențat benefic la eficacitate metabolică. În acest caz, eficacitatea metabolică s-a dovidit a fi cu 49,5% mai mare decât indicatorii din varianta Martor. Datele prezentate sugerează că soluția de iuniperusabina produce modificări biomorfologice, ce asigură adaptarea și majorarea rezistenței plantelor la temperaturi înalte. Și în concluzii, semințele hibridului 398 și 402 sunt mai rezistente la termotratare în comparație cu semințele porumbului super dulce porumbieni 300. A fost demonstrat că extractul de origine vegetală din iuniperusabina acționează ca reglator de creștere a plantelor cu cel mai mare efect la tratarea semințelor de porumb a hibridului 402. Cu toate că inițial eficacitatea metabolică a hibridului 402 a fost mai mică de două ori față de 398 și 300 la influența factorilor exogeni, individual și comuni, eficacitatea metabolică crește constant, ceea ce vedem în figura 1. Acest fapt semnalează că reația de răspunsă a seminților este mobilizarea eficientă a substanților de rezervă din endosperm mai mult pentru creșterea rădăcinuților și tâlpiniților în raport cu masa folosită pentru respirație. Vă mulțumesc pentru ajuns. Mulțumesc și noi pentru rezultatele expusii. În continuare va prezenta doamna Melania Macauvei cu temă Trains of Tomato Mild Genotypes as a Criteria for Selection of Breeding Valuable Forms at Earless Stage of Ontogenesis. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă mulțumesc pentru vizionare. Калитета поленового является один из самых важных факторов биологии и производителей, которая определяет эффективность процесса натурализации натурального и артифицированного. Поленовый является очень sensибельным на действия различных факторов нефаворабливых медиумов, с инфлюзиентом, которые происходят морфологические и структуральные в развитии гранюцированного поленов, редукцированной фертилитете и потенциал зиготик. Градулы этих пертурбови в первую очередь, в первую очередь, характеристиками индивидуале, или один, генитивный, или тип, стрем, стрем и дуратой эффекта. Луя в основе, луя в основе, сенсибилитата в анатоле ага метафитовый маскул, фактор нефаворабил аймедиумов, мы используем анализу поленов, луя в первую очередь, и градов вариабилитати, а тресатурилор, формелор парентале, и хибридзилор обтинуты по базе ацестора. В кондиции, в витро, а фут студиаты тресатурилы декалитати алиполенов, димизиунеа, и фертилитата греумчарилор деполен, веабилитатиа, и лунгиментуврилор поленичи, причем и суб инфлюента температурилор редicate. Са демонстрат, что линьи и хибридзи в базе лор, дефире смнификатив, веабилитата греумчарилор, декалит формели парентале. Диверситатия морфологича веалтая греумчарилор деполен, ла хибриду лофону роза мак, есте ассоциате ку мущтинире доминате а генилор мутанте, лециал супресор ше позиционал стиреле де ла форма матерне. Тянет cont де динамиката герминерии поленуи шеа крестери турбрилор полените, каре карактеризазе капачитате дефиртилитате алиниилор шеа хибридзи лорифону, атыт проаспат колектат полен, кат ше тратат стирме, кан кондициѣи... ...а ратат... ...а... ...а ратат... ...и ласац, еш дамуне димунеаѣа. Димунеаѣа димунеаѣа? Димунеаѣа сфар димунеаѣа. Да? Паку? ... ... Те аз дамѣаѣа дааѣа душеѣ… о scandалите потому дам дам њте да странеѣаѣа, оба једшеѣуѣу апо зреѣа, ст. Продолжение следует... ...au loc sincron și în perioada mai scurte, 1-2 ore, în timp ce la liniile parentale au loc mai puțin sincron și temporal mai lungi, 2-3 ore și mai mult. Acest lucru poate observa în mod clar din diagramele prezentate în atenție dumneavoastră. Aici, varianta controlă, germinarea polenului și creșterea tuburilor polenice la polen proaspăt colectat. În varianta experienței, germinarea polenului și creșterea tuburilor polenice în polen tratat termic. Polenul tratat termic al hibrizelor F1 a germinat rapid în prima oră de la însămențare pe mediul nutritiv artificial, formând tuburile de polen lungi. O rezistență mai mare a fost observată la hibrizi F1 yng star și numărul 11. Formele materne ale acestor hibrizi sunt de asemenea caracterizate ca fiindresistente la acest factor de străs. Indicii trasăturilor gametofitolului măscol a hibridului rozamac sunt mai scăzute, dar rezistenta este mai ridicată în componență paternă, iar la forma maternă, indicii ambelor trasături sunt significativ mai scăzute. Particularitățile relevate ale valiabilității trasăturilor gametofitolului măscol arată influență formelor parentale asupra naturii de manifestare a trasăturilor la hibrizi F1 în funcție de caracteristicile genotipice ale acestora, inclusiv sub influență factorului de stres term. Rezultatele obținute pot să văi ca o condiție prealabilă pentru evaluare rapidă și selectare corectă a perechilor parentale cu potențial genetic ridicat pentru calitatea polenului și funcționalitatea acestuia în procesul de creare a hibrizilor cu efect de heterozis. Vă mulțumesc pentru atenția. Vă mulțumesc pentru vizionare! În continuare, vă mulțumesc să audiem rezultatele obținute în cadrul institutului cu timpul studiului influenței razilor X asupra genotipurilor de soie. În prezentare, doamna dr. Mălie Leonard. Stimați colegi, o să vă prezent rezultatele cercetării la tema studiului influenței radiațiilor X asupra genotipurilor de soie. Deci, aceste cercetări au avut ca obiectiv de bază evaluarea impactului diferitilor doze de radiație și anume 100, 150, 200, 250, 300 și 350 grei asupra plantelor de soie cu scopul de a obține soiuri noi mai adaptate la diverse condiții climatice și ca să prezinte performanțe agronomice îmbunătățite. Pentru acest studiu au fost selectate trei genotipuri, deci linia Z3-M10100, soiul lăduța și soiul clavera, care fac parte din diferite grupe de vegetații, și anume timpurii, medii și târzie. Deci, rezultatele obținute au demonstrat o corelație directă dintre creșterea dozilor de radiație și scăderea ratei de supraviețuire a plantelor. Linia Z3-M10100, care face parte din grupa de vegetații timpurie, s-au caracterizat cu o toleranță mai superioară în comparație cu soiul lăduța, care face parte din grupa medii de vegetație, și, cu atât mai mult, în raport cu soiul clavera, care face parte din grupa târziei de vegetație. Deci, după o analiză detailată a datilor, am constatat că dozele de 100 și 150 grei, deci aduc la ceea că plantele supraviețuiesc foarte bine, iar avem mutații benefice și nu sunt un procent mare de plante care pierd. Așa, deci, iar luând, în schimb, dozele mai sus de mai ridicate de 250 grei par fi letale, ceea ce au adus plantele la un impact care au provocat rezultate nefavorabile pentru dezvoltarea plantelor. Deci, aceste constatări sublinează importanța identificării dozii optime de radiație pentru a minimiza efectele negative și a favoriza mutațiile benefice pentru a obține soiuri noi de soia care să fie mai adaptate și mai rezistente la diverse condiții climatice. Asta-i tot. Mulțumesc! Mai vă mulțumesc! În continuare cu prezentarea, se invit colectivul de autori cu tema sau funcționarea gametofitolului mascul la descendenții plantelor de tomate reinfectate cu virusuri. Să ne vedem la următoarea mea rețetă! Au fost realizati cercetări privind studiul funcționalității gametofitolului mascul la descendenții plantelor de tomate reinfectate cu virusurile, virusul aspermeii tomatelor și virusul mozaicului tomatelor. Scopul cercetărilor a constat în studiul variabilităților gametofitolului mascul la descendenții plantelor de tomate reinfectate cu virusuri. Experiențele au fost realizate cu 5 genotipuri de tomate, între care 4 soiuri și o specie spontană, în condiții de solar și laborator. Plantele au fost inoculate cu două tipuri de virusuri, cum am mai spus, VMT și Watt. În rezultatul analizei microscopice a fost stabilit că descendenții VMT 2 și Watt 2 au manifestat răspunsuri specific și se asociate cu modificarea activității gametofitolului mascul, fapt și permite identificarea genotipurilor cu diferit nivel de rezistență. Prelucrarea statistică a datelor obținute prin metoda analizii dispersionale a stabilit că la descendenții VMT 2 și Watt 2 partea majoră a variației viabilității polienului îi aparține genotipului, fapt ce este important pentru ucidarea bazei genetice a genotipurilor analizate, cât și pentru lucrările de ameliorare. Tot e tot. Mulțumim pentru rezultatele expuse. Mulțumim pentru rezultatele expuse. Mulțumim pentru colegi, cineva înainte vreau să prezentă postului? einbic BirAMét Reînt? analyses de rezultat procesului? Exiliale препstențu고요? Zi ce, Sărbă, Reînt care eemic nu a ap mete! Sărbă, Sse, Sărbă, Sărbă dar să fie să apătunez b разработte să apătunească? Sărbă trebări peste stebe 이 poster Heiliu reînti? Sărbă iră coa prezentat? That's all? No. Урматория next presentation with the name the reaction of local cultivars to the action of stress factors in the field conditions. Домна Елена Сашко. Домна Елена Сашко. Schimbările climat și globale, însoțite de extreme de secită, temperatură, salinitate, dar și dezechilibru nutritiv, exercită o constrângere majoră pentru producții de cereale. Stadiile vegetativă și reproductivă sunt mai susceptibile de a fi afectate de secită, pe când pierderea globală a rândamentul culturilor cerealierii se datorează daunilor cauzate de căldură în stadiile de reproducere și maturare. Grăul a dezvoltat mecanisme unici sau diferențiate de adaptare atât la stresul hidric, cât și la cel termic, prin modificări morfologice sau de creștere ale căilor fiziologice și biochimice, cât și ale reacțiilor enzimatice. Dezvoltarea soiurilor potențial de rândament ridicat pentru a atenua efectele adverse ale impactului restricțiilor de secită și căldură, constituie sarcina imperativă în tehnologiile agricole. Unul din pașii primordiale în ameliorarea grăului este explorarea diversității genetice a germoplazmei locale. Studiul de față a fost realizat cu scopul de a evalua răspunsul grăului comun de toamnă la acțiunea factorilor abiotici și de a stabili liniile locale cu adaptabilitate înaltă în condițiile de câmp ale anului 2024. Material și metodii au fost investigate genotipurile de grâu de toamnă Mirgoroschi-Odeschi-Moldova 79 numărul 1, Moldova 614-2, Moldova 66-3, Moldova 79 la Mirgoroschi-Odeschi-4 și Moldova 5 la Mirgoroschi-Odeschi-5 în condiții de câmp și laborator. A fost cercetată variabilitate fenotipică pentru trăsăturile masa proaspătă, masa turgidă și masa uscată a frunzii steag în condiții de umiditate variată. Conținutul relativ de apă a fost determinat pentru 10 frunzi steag selectate aleatoriu din fiecare genotip. Conținutul relativ de apă a fost determinat după turneri și calculat în baza formulei care o vedeți, nu știu dacă ea se vede. Da. Indicele de stabilitate a membranii celulare a fost determinat în condiții de laborator prin măsurarea conductivității electrolicilor celulari a frunzii steag deteriorate la temperaturile de 46 și 100 grade Celsius în raport cu varianta control. Indicele de stabilitate a membranii celulare cât și indicele de deteriorare în variantele control și temperatură au fost determinate și calculate iarăși după formula care o prezint. În raport cu varianta control pentru genotipurile cercetate a fost evidențiată o scădere variată statistică autentică a indicelui conținutul relativ de apă. Fenomenul indică un echilibru variat dintre capacitatea de absorție și de bursare a apei prin transpirație în condiții de stres de secetă. În condiții de secetă pentru masă uscată au fost afestate diminuare, majorare dar și valori la nivelul variantei control. Termostabilitatea membranii celulare este o caracteristică valoroasă pentru selecție genotipurilor de grâu tolerante la căldură. Pentru determinarea indicelui de stabilitate a membranii celulare, probele de frunză steagă au fost prelevate în faza de lapte-ceară stadiul de maturare, când genotipurile de grâu pot fi clasificate ușor pentru toleranță la restricțiile de temperatură. O manifestare avansată a funcționalității membranii celulare, deci și a rezistenției la temperatură de 46 de grade, a fost atestată pentru genotipurile 1 și 5. Clasificarea în baza plasticității răspunsului la factorii de stres de secetă, dar și de temperatură înaltă, în condiții de câmp, a prezentat o distribuție a genotipurilor de grâu în două clustere. Genotipurile la Moldova 5 la Moldova 79 și Moldova 5 la Moldova 5 la Moldova 5 stabilite la cea mai mică distanță euclideană 43 au fost încadrate în clusterul 1. Genotipurile vizate fiind atestate cu cea mai înaltă adaptibilitate la factorii biotice ai mediului, deci au prezentat toleranță avansată. Genotipurile vizate pot fi utilizate pentru îmbunătățirea câștigului genetic de toleranță pentru deficiența hidrică și temperaturi ridicate. Mulțumesc! Dear colleagues, we finished with first section A and now we will continue with section B with name principle and procedings of increasing and quantification of genetic variability. Now the results will present us Nicolai, Christia and group with name variability of leaf disease attack in the common with perspective forms. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Продолжение следует... Evente boli foliare ale gru sunt de origine fungică, care depind în mare măsură de schimbările de mediu. Pentre acestea pot fi menționate septorioză, rugina brună, rugina galbună, făinare ca scop, scop certătoria constată în stabilirea particularităților de atac al bolilor foliare la genotipurile de perspectivă de grâu comun de toamnă în anii cu condiții cremațe diferite în 2023 și 2024. În localitate de material pentru studiu au servit 25 de populații hibride și linii de perspectivă de grâu comun de toamnă. Pe sectoare experimentale ale institutului, în anii 23 s-au manifestat septorioză rugina brună și rugina galbună, în anii 24 septorioză rugina brună și făinare. Aprecierea gradului de atac al bolilor foliare, internate, s-au efectuat în scară de 5 trepte, de 0, 1, 2, 3 și 4. În tabelă sunt reprezentate, în statistică a fost luată în analiză câte 20 de monstre, din fiecare după care a fost făcut în statistică, într-o dată a făcut în vărată interclusăreană și poate văzut că în 23 rugina brună și galbună interclusăreană este mai mare decât intraclusăreană și la situație invers. Proporțional în intraclusăreană este mai mare, în interclusăreană este mai mică. În 1924 a constatat că repartieția populației de monotipurilor în cluster pe bază de gradul de atac al bolilor, poliare variază, interclusăreană a fost mai semnică, semnificativ mai înaltă ca la intraclusăreană. Și este o diferență significativă între ele. În concluzie s-a constatat dependența puternică a învănăvierii planilor de grâu de factorii climatici, intensitatea ruginii galbunii în 23 și a făinarii în 24. Reabilitatea semnificativă a sensibilității populaților și genotipurilor de grâu, capacitatea diferențiatoare a bolilor foliare, au fost indenificate populații și linii de grâu comun de otoamnă cu sensibilitatea complexă redusă. La Săptorioză, Rugină Brună, Rugină Gaben nu le mai dau citiri, că sunt foarte multe și așa timpul ne presează. La Săptorioză, Rugină Brună și Făinari au fost următoarele, sunt indicate în prezentare, că suntem toți cu timpul presați, care pot fi implementate în programele de milioare în calitate de potențial, de potențiale surse de rezistență. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, Nicolae, de rezultate. Următoarea prezentare, care sună în felul următor, Determinătia o radiosensitivitate of an optimal mutagenic doses of X-ray in winter, Burnley, will be present, Grigorov Tatiana. Bună ziua tuturor! Vă prezint posterul cu titlul Determinarea radiosensibilității și dozii 8000 mutagene a razelor X la orvul de toamnă. Conform datelor bazei a soiurilor mutante, se cunoaște că cota soiurilor de orz tolerante la secetă constitui 13% de numărul total de soiuri de cerealiere obținute prin intermediul razelor ionizante, ceea ce denotă necesitatea de a eficientiza procedeile de obținerea plantelor de orz tolerante la secetă cu ajutorul acestor agenți mutageni. Pentru obținerea unei variabilități eficiente, conform datelor din literatură, este necesar de a determina doza optimă mutagenă, și anume, dozele de raze X, care sunt asociate cu mortalitatea a 30-50% de plante și reducerea creșterii planturilor cu 30-50% ori estimarea diferenței, estimarea reducerei lungimei, diferența lungimei dintre varianta experimentală și varianta martur, luându-se ca procent din varianta control. Pentru realizarea acestui scop, a fost aplicată schemă de pretratament și iradierii, conform protocolului de testare a radiosensibilității. A fost efectuată evaluarea impactului a ziței dozei de raze X asupra germinării, dezvoltării și lungimei planturilor de ors. Și s-a evidențiat că rată germinării a atins valori în alte de la 70-100% la toate dozele analizate și la toate genotipuri, cei ce denoctă impactul minor a razelor X asupra acestui indice. Diferențe statistic semnificative s-a evidențiat asupra lungimii planturilor. Și s-a evidențiat că reducerea lungimii planturilor cu 30-50% la dozele de 150 grei s-a testat pentru soiul Y, 300-350 pentru soiul strălucitor, 200-250 pentru liniile hibride. Astfel, în rezultatul analizei curbei radiosensibilității și luându-se în considerație reacția specifică a genotipurilor la acțiunea razelor X, s-au selectat dozele de 200-250 grei în calitate de doze optimimutogene. Să ne vedem la următoarea intratensii. Să ne vedem la următoarea B. Să ne vedem la următoarea C. Să ne vedem la următoarea B. 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 Спасибо. Stimați colegi, vă prezent posterul cu privire la tema evaluarea și selectarea liniilor consangvenizate de perspectivă la salvea sclăreia. Autor Zinaida Balmuș, Ludmila Cotele, Butnăraș Violeta. Prin consangvenizare am realizat în decursul anilor selectări la liniile de salvie din diferite soiuri, Moldovinesc 69, Voznesensc 24, Crâmschii Poznii, Crâmschii Ranii și vreau să menționez că în 2011 au fost inițiate consangvenizări și selectări la soiurile autoctone Ambra Plus și Nathalie Clare. Mai avem în cercetare două linii cu corola albă ce provin din diferite regiuni montane ale turcmeniei care au fost pe parcursul anilor incluse în diferite scheme de hibridare. Scopul cercetărilor noastre la cultura șarlaiului este crearea și selectarea liniilor anume cu performanțe ameliorative valoroase care pe parcursul anilor și în viitor vor fi incluse în hibridări. Am reușit să selectăm linii și am reprodus din generația S6-16 care au fost nesupuse de presie de degenerare prin consangvenizare cu un conținut destul de bun, aș zis și chiar mărit, de la 1.4 la 2.1. Am reușit să realizăm analiza cantitativă a uleiului și la o linie aș putea menționa, linia care provine de la soiul M69, M453-82. Asta e o linie care a fost creată în anul 82, care pe parcursul anilor s-a dovedit a fi un genotip foarte bun. În anul curent a înregistrat ulei de 2 și 1. Chimiștii, colegii noștri, au identificat 25 componenți ca componenți majori a cetatului de lino-lila, constituie 60-36, linalolu, 19 sclariolu. Am mai reușit să identificăm la linia Crâmschi-Poznii 99-25 de componenți și dacă aș lua în comparație cu anul trecut care am depistat la o linie conținutul de linalil la cetat, a fost chiar 74, un conținut foarte mare. În anul curent vedem că aceste linii au avut ceva mai puțin. Liniile acestea vor fi incluse în schemele de hibridare pentru a crea noi hibrizi competitivi și rezistenți la schimbările climatice. În poze avem câmpul de salvia, sclarea, liniile consangvenizate și aici am indicat butonizarea și vedeți că în linia de alăturea nici nu este chiar nici butonizare. Adică este o diferență de la precoci, timpurii, până la tardive. Se undeva 15-22 de zile perioada. Și pe parcurs vom selecta materialul cel mai bun care întrunește înflorire precoce, componenții buni, rezistență și vedem cu ce ne realizăm toate acestea. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos! Stimați colegi, următoarea prezentare o va prezenta Ina Bivol. Dacă ne aude acum, poți să ne dea un răspuns? Să vă mulțumesc frumos! 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 we didn't see your presentation maybe you take in I sent you 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 I you I sent 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 you I I sent you 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 I 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 I I sent you 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 I you I sent you I sent you I you I sent you I 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 Спасибо. 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 o opinie. Anumite viziuni. Dar și propuneri. Cum ați lega pentru viitori ca să facem cât mai atractiva, cât mai activă și cât mai utilă asemenea evenimente. и это только для фортизаке, у которого развлажен фигурное учение, думаю, что это применение, а также обозначенная для утра الذي я сделал, когда я стала ворачевая по-друге. Кто хочет узнать? В этом нескольких! И, конечно, мы неolinли. Мы сейчас начнем с тем, что мы не будем говорить, что мы будем говорить. В целом мы говорим о том, что мы говорим о том, что мы говорим. Мы говорили, что мы поры били, где-то так много, но в связи с этим, что мы не понимаем, что мы не понимаем, что существует, что мы не понимаем, что это факт обсервата при нескольких процедеях, при нескольких действиях. Причтала я, у консидер диниферский организация, с пречой нормальной территории, а так на то, в целом, что, у интернационал лотарного оборудования, в целом, лотаря статистем. А дико модернизации для организации, дико финанса, которые были организацией, и зато с финансами и лабораторами, В этом году к определенным идеологом, помимо отдельного инфекции, определенные инфекции, в душе я хочу сказать, что это было неожиданно. В этом году мы были lucked. Мы с тобой, мы были не смогем, но мы были успешены с этим, но была бы семья после этого неожиданного с пониманием и дали вам больно, если ты любите результаты 2018. а также учебные системы, которые сейчас говорят о дикторах. Другой элемент, который приходит от себя в концерн на течение всего этого года, которое disparает между организацией и других людей, которые являются очень многими, много людей в действии. И, кстати, с тем, что самое большое место в том, что мы мы понимаем, что это и есть ворудок для гречесной организации – 44 В 14, которые это является в частности в употребной организации. Это были тысячи употребников. Ты о понимаете, что в жизни этого человека, где мы не уйдём. В Европу в 14-м году Результат разрушает в общие комиссырии которые в Усть-инспользовании делом. То есть это иначе. То есть нет мытью, чтобы не понимать các участников, а именно наши участники сын, которые и существуют в нашей стране? Праздничал калий за кадром Севин-Парсионарами, в серединении секций, социальными апостолами. Поэтому это всё, что 것도 боятся, что это очень важно на общий вопрос. Это с тем, что эти аспекты, которые не имеют с notion, они не совсем опасны, которые были держаться на переборах. Мы собираемся, что если вы будете здесь, что произойдет наAllah, на экземпляре. Эта оптимальная реальность. Другие элементы очень интересные. Другие темы не существуют и иностранные, и лидералии. Другие такие, которые, они очень-очень иностранные, и они очень-оченькие. И, опять же, я хочу сказать, что все, что с нами, и мы решим это сейчас, и сейчас, в целом, очень многое, очень многое, это все самое интересное, и другие обеспечения, которые были спешены в дискуссии. И это, в общем, было что-то, что они просто очень интересные, многое, и очень интересные, и очень многое, что они заинтересованы в этой ситуации. И это то, что мы должны поменять, потому что мы не можем это делать. То есть, что это, если вы не знаете, что это, в принципе, что это, в целях, в целях, в целях, в целях, в целях, в целях, в целях. И когда мы начнем с этой премизи, я не говорю о том, что мы создадим это, но мне не улыбнись, И так, как мы, собираемся, не будем, что делать на эту интернадию. В общем, это было очень сложное и, соответственно, что мы понимаем, что мы думаем, что мы думаем. Но, если мы не будем на этот процесс, мы будем использовать это. И, конечно, не стало следовательно, чтобы мы еще разговариваем. индивидуал, в частности, париарии, гуманитетов, печатающие, стуястые, стуястые, стуястые институционы, курт финансированные, стуястые институционы, и некоторые компании, апрепо, которые у нас есть цифры. Мы с этим материалом, в отношении нашей нашей компании, которые, в этом смысле, у нас были очень жесты, что мы говорим, но, пын и логов, Их не было, и это было бы не так, что все было бы неинтересно Действительно мы так же были президентом ложь, как все было бы неинтересно И он не был, что президентом был бы неинтересован Но неинтересен Презенция Дома и Ректор, и я, ма рога, это шо-паку пенсионы ей, в частности временем, в частности. Презенция, в частности, в частности характера, но это не очень. Мы, в частности, не работаем в себе, не работаем в славе, сколько, когда в частности в России не работаем συркоспорно в себе. В частности, в частности, мы получаем дектора. Систем пенсионный деменний, мы считаем, что успеем, и мы решим, что решим, откуда мы решим, в частности, что, в частности, мы решим, что, в частности, то영а, то, в частности, это эффект, как в частности, но все осталось. Принц, Венем, первая, и мы будем делать штуки и анонимические, которые были в направлении на которую мы работаем с фанатурой. Мы можем сделать это, но мы делаем все у нас. Мы делаем миссионы и поэтому мы будем делать это время, и так что мы проводим сезонное для трактного человека, у меня здесь помоится. Это, конечно, для этих волнений подтверждения. Тут seni пара, да, вот arbeitet с вашей строительной пациентой, в которых будет половина нашей страны. Довее, я, господина директор, мне в свою ответственность, описать мне партн, я, к примеру, делать как мне, ни разумеетно. И резистенто фрирует. Это было бы не мог. Довольно-демократно, поскольку, можно сказать, нашему городу, spect brother. Дар это менее Manifestator, и у нас в основном, как мы обеспечим, но мы видим, что там, где мы могли бы спросить, мы ждем к Кондиректору. Пробобил, в этом году мы здесь делали, в первую очередь, Мы уже не понимаем, мы собираем середину специалиста, который создает спастие, с, ну, сейчас, в основном, всё это, всё-таки мы точно не обняли, и вы должны были��ены на это какое-то, наравне. Давай вам дреку, я тогда не отвечал, что мы рассматриваем, что у них было хватило, что было рассматриваемое, что в конкурсове, потому что это не, потому что мы продолжаем это, но не последний, но не в последний момент, в это время я хочу сказать, что я не знал, потому что я не сказал, что в действующих упражнений, это первое, на уровне руководства и в этом уровне. И эта связь, со всеми, ряда, со временем, и стилинта и стилинта, и государственная, и государственная, и, если я сказал, справедливости, они с удовлетворены абсолютно сущности, абсолютно. И если припсихи, то есть именно органы, то есть именно сенсор, которые оттягивают, то есть причинная информация наше. Потому что мы не думаем, что мы сейчас говорим. Презент, мы импсистенция. Но это форция на то, что мы думаем, что это. Форция. Интересно. Я не знаю, что это не интенсивный, не интенсивный, не интенсивный, не интенсивный. Но если мы не эволютируем, то есть черные. Мы должны быть неадекоменными в частности, так что в том, что мы с вами о том, что мы будем. Спасибо. Но, конечно, мы сомневаемся на шине и за украина, Адже, дать�у, срочу, мы срочем здесь на микрофон. Да. Возможно, мы срочем, поскольку мы сейчас не будем. Возвращаемся к колледжею? Возвращаемся к колледжею? Продолжение следует... 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 Стат. Сынское гли. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...